Вы получили ценные подарки? Если нет, смотрите видео до самого конца. Hi there! Я Элен Торнадо, основатель первой виртуальной школы English Wave. Это английский для общения с нуля до эксперта. Инновационное обучение устной речи и пониманию на слух мощными методами, без зубрюшки, без домашних заданий и только на речи носителей языка. Плюс в 5-10 раз быстрее, чем в языковых школах Великобритании и США. A Study in Pink. Этюд в розовых тонах. Один из самых популярных фильмов в сериале BBC «Шерлок». В Лондоне произошли три загадочных убийства, которые полиция расценила как самоубийства. Три абсолютно разных человека оказались в местах, в которых не должны были находиться и сами приняли яд безо всяких на то причин. Во время пресс-конференции инспектора Лестрада происходит нечто загадочное. Всем журналистам приходят одинаковые смс-сообщения, а доктор Батсон, который посещает психотерапевта после военных действий, встречает старого знакомого. И тот советует ему арендовать квартиру с кем-нибудь на двоих. «Да кто захочет снимать квартиру со мной?» – восклицает Ватсон. На что друг ему отвечает. «Сегодня вы уже второй человек, от кого я слышу эту фразу». Ватсон удивлен. «А кто первый?» И сейчас мы узнаем, кто же был первый. Это один из самых необычных эпизодов в фильме. Коварная лексика, хитрое произношение, занимательная грамматика. Все разложим по полочкам. Вы готовы? There you go. Number seven. Эпизод номер семь. How fresh. How fresh. Свежий. How. Какой. Fresh. Свежий. То есть, какой свежести? Покойничек. Just in. 67 natural causes. Just in. 67 natural causes. Just in. Только что прибыл. Just. Только что. In. Означает движение внутрь. То есть, только что прибыл. Разговорная фраза. 67. 67 лет. Обратите внимание на числительное 67. Это составное числительное. Составными называются числительные, которые обозначают десятки с единицами. Между десятками и единицами на письме ставится дефис. Таким образом, числа от 21 до 99 по-английски словами пишутся через дефис. Natural. Natural. Естественный. Cause. Причина. Дело. Повод. Основание. Мотив. Вызывать. Причинять. Заставлять. Causes. Это причины. То есть, естественные причины смерти. Работал здесь раньше. Я знала его. Он был милым. Used to work here. Here. Здесь. И мы с вами уже говорили. Used to. Это то, что было раньше. Used to work. Раньше работал. I knew him. Я знала его. Прям дословный перевод. He was nice. Nice. Милый. Приятный. Хороший. Fine. We'll start with the writing crop. Fine. Хорошо. Отлично. We'll start with the writing crop. Мы начнем с хлыста. Или начнем испытание плетью. Ride. Это ехать верхом на автомобиле. Riding. Это верховой. Crop. Урожай. Посевная культура. Кнут. В британском варианте произносится краткий звук «о». Crop. В американском может произноситься долгий звук «о». Crop. Riding crop. Это хлыст или кнут. We'll start. We will start. Мы начнем. Это незапланированное действие в будущем. Шерлок принимает решение сейчас, прямо во время разговора. Поэтому время – future simple. Будущее простое. Решение что-либо сделать, говорящий принимает прямо во время разговора. With the writing crop. С хлыста. Молли видит, как нещадно Шерлок стягает бедного покойника и спрашивает. So, bad day was it? So, bad day was it? Что? Трудный был денек? So. Итак, bad day. Плохой день. Was. Был. It. Это. Если переводить дословно. То есть был плохой денек. Смотрите, если бы у нас было повествовательное предложение, мы бы сказали It was a bad day. Соответственно, вопрос звучал бы Was it a bad day? Ну, в данном случае используется прием, когда слова, которые несут главный смысл, ставятся на первое место. И в разговорной речи опускается неопределенный артикль Э. Bad day. Плохой денек. Was it? Был. Но, как оказалось, дело совсем не в настроении Шерлока. Нужно рассмотреть форму кровоподтеков минут через двадцать. От этого зависит кое-чье алиби. Сообщите мне смс-кой. I need. Мне нужно. Посмотрите, как интересно. В русском языке местоимение в дательном падеже мне нужно, так же, как мне нравится. В английском языке местоимение в именительном падеже. I like. Мне нравится. I need. Мне нужно. To know. Узнать. What bruises from? Bruise. Это синяк, ушиб, кровоподтек. Bruises. Соответственно, множественное число. What? Если мы говорим о времени, то имеется в виду через. In the next. Через следующие twenty minutes. Двадцать минут. Next. Следующий, будущий, ближайший. Прилагательное next обычно употребляется с определенным артиклем. The next. A man's alibi. 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 Man's – это притяжательный падеж. То есть алиби человека. Алиби кого? Человека. И смотрите, здесь неопределенный артикль «э», потому что Шерлок говорит о каком-то неизвестном человеке, о котором еще не было речи. Depends. Зависит. On it. От этого. Depend. On. Зависит от. Употребляется глагол всегда с предлогом «он». Если мы имеем в виду «зависить от чего-то». Depend. On. Зависит от. Text. В данном случае это набрать смс и послать смс. То есть to text – это послать смс. У нас уже это слово было, глагол этот был. Text me. Сообщи мне смс-кой. Послушайте, я подумала, может позже, когда ты закончишь, ты накрасила губы? Раньше ты не красила губы. Listen. Послушай, послушайте. Это разговорная форма обращения. Listen to me – говорить не следует. Это звучит грубо. Вот просто listen – это послушай. Это как привлечение внимания. А вот listen to me – это приказ, указание. И это могут говорить только преподаватели своим ученикам. Говорить это другим людям не стоит. Это звучит грубо. I was wondering. А вот это выражение очень-очень вежливое. Wonder – интересно. I was wondering. Я интересуюсь. Или по-русски бы мы сказали «я подумала». Maybe. Может быть. Later. Позже. When you are finished. Когда ты закончишь. И обратите, пожалуйста, внимание вот на это выражение. Очень часто путают глагол finish – заканчивать и to be finished. В принципе, у них очень похожее значение, но to be finished – в данном случае finished – это прилагательное. И это похоже на выражение to be interested – интересоваться, быть заинтересованным. Поэтому очень часто спрашивают, почему здесь используется вспомогательный глагол to be вместо вспомогательного глагола to have. Have мы использовали, если бы был глагол finish. Have finished – это от глагола finish. Перфектная форма от глагола finish. Здесь же выражение to be finished – быть в состоянии законченности. Вот в русском языке нет, я бы сказала так, аналогии. Нет аналогии. To be finished – у нас есть только глагол – оканчивать или заканчивать. Но нет подобного прилагательного в таком значении. Ещё раз скажу. To be finished – похоже на выражение to be interested – быть заинтересованным, интересоваться. When you are finished – когда вы закончите или когда ты закончишь. И я напомню правило, что в придаточных предложениях времени и условия после союза if и run будущее время не употребляется. Употребляется настоящее время, как в данном предложении. When you are finished. И молли не заканчивает, Шерлок её прерывает. В английском языке «пользоваться помадой», а также «пользоваться духами» – это глагол wear. To wear. Британский вариант – это дифтом «air» – wear. В американском варианте – это гласный звук «э» и звук «р». Wear. 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 Итак, они носят не только одежду, но носят также помаду и духи. То есть, если вы говорите о том, что человек пользуется помадой или духами, вы используете глагол wear – носить. И Шерлок говорит, что ты накрасила губы, то есть ты носишь помаду, накрасила губы в прошедшем времени. В английском языке это настоящее продолженное время. То есть, ты носишь помаду. Помада находится сейчас на твоих губах. И это действие длится. Поэтому используется настоящее продолженное время. Как я всегда говорю, английский и русские языки абсолютно разные. И все совпадения, они случайные. А вот все различия, они нормальны. Это разные языки. В данном случае используются прошедшее продолженное время. Шерлок говорит, что ты не носила помаду раньше. То есть, раньше ты не красила губы. Я немного подкрасила. A bit. Немного. Refresh. Освежать, обновлять, оживлять, охлаждать. В данном контексте выражение имеет значение «я немного освежила» или даже лучше перевести «я немного подкрасила». Прости, что ты сказала. Тут Шерлок вспоминает, что Молли что-то говорила. Итак, sorry, прости. You were saying. Разговорная эллиптическая форма. Полная форма была бы. What were you saying? Что ты говорила. То есть, он прервал её в тот момент, когда она говорила. Поэтому он использует время past continuous, продолженное время. Поскольку её речь продолжалась некоторое время. А, я лишь хотела спросить, не хотите ли вы выпить кофе? I was wondering. Я интересовалась. You'd like. You would like. Полная форма. To have coffee. Поиметь кофе. Смотрите, мы говорим пить, drink. Иностранцы так говорят. Носители языка не употребляют обычно это слово. Они говорят to have coffee. Выпить кофе. To have coffee. В значении пить носители языка употребляют глагол to have. И не говорят to drink. To drink обычно говорят иностранцы. И посмотрите, как задаётся вопрос такого рода. Через союз if. Не хотите ли вы выпить кофе? Ну, я думаю, что Молли хотела пригласить Шерлока в какое-нибудь кафе выпить кофе. Но Шерлок всё это принял очень прямолинейно. Чёрный. Два сахара, пожалуйста. Я буду наверху. Black. Чёрный. Two sugars. Please. Два сахара, пожалуйста. Sugar. Сахар существительное неисчисляемое и не может употребляться во множественном числе. Почему же Шерлок говорит sugars во множественном числе? Я думаю, вы догадались. Имеется в виду два кусочка сахара. I'll be upstairs. Upstairs, наверху. I'll be. I will be. Я буду. Окей. Ладно. Или хорошо. Как я уже говорила, окей имеет много значений. И это не всегда хорошо или ладно. Также эти две буквы имеют значение понятно. И на этом мы эпизод заканчиваем. Продолжение следует. To be continued. Друзья, вам понравилось? Нажмите на лайк под видео и напишите ваши добрые слова в комментариях, чтобы не пропустить следующее ценное видео. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А для новеньких три подарка. Первый. Эксклюзивный аудиотренажеры к трем первым эпизодам из Шерлока, чтобы максимально эффективно тренировать навык аудирования. Второй подарок – это уникальный, мегаэффективный разговорный курс с постановкой произношения для начинающих и для тех, кто изучал, но имеет проблемы с устной речью, пониманием на слух и грамматикой. И третий подарок – grammar chance или grammar chance. Это речитативы для тренировки беглой речи. Ссылка на подарки в описании под видео. После регистрации на сайте школы вы попадаете в личный кабинет с подарками. Напишите ваши добрые слова в комментариях и переходите по ссылке под видео. See you soon. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok